Библейский портал экзегет.ру представляет Седьмая глава книги Немии в моем переводе с небольшими комментариями для библейского портала экзегет. Иерусалим еще не отстроен, но уже обнесен стенами. Вот на этом заканчивается шестая глава. Несмотря на все трудности, на скудность ресурсов, на противодействие со стороны окрестных народов, на разброты, шатания внутри самого израильского народа, наконец, стены отстроены. Но стены – это камни, а внутри должны быть люди. Об этом седьмая глава. Она будет скучна, я сразу предупреждаю. И комментировать тут мало чего можно. Поэтому давайте я сразу дам один большой комментарий. Это перечень имен. Вот сегодня у нас есть всякие разные формы, генеалогические сайты, где мы можем построить генеалогию или найти своих предков. Иногда очень удивительные пересечения встречаются. Сайты вроде «Подвига народа», где приведены имена людей, награжденных орденами и медалями за участие в Великой Отечественной войне. И, наверное, каждый смотрел с таким замиранием сердца, находил своих предков, если они участвовали в этой войне, находил описание их подвигов, прикасался к этому, пусть там на экране компьютера. Но эти имена очень важны. Вот для тогдашних израильтян, иерусалимлян, иудеев было очень важно прикоснуться к именам своих предков, которые переселились в Иерусалим. Это не только так. В нашей стране, скажем, в США очень ценят тех людей, у которых предки были первыми переселенцами, кто на Мейфлауэре приплыл когда-то на территорию Северной Америки. Это вот элита из элит. И вот также имена здесь приведены тоже. Нам они ничего не говорят, но когда-то это были невероятно важные имена. Но сначала небольшое предисловие к именам. Когда стена была отстроена, я навесил створки ворот, назначены были привратники, певцы и левиты. То есть ворот это еще некоторое священное такое пространство, это граница между городом и миром. И поэтому там не просто створки ворот как физическая преграда, но еще привратники, певцы и левиты, там некоторые обряды, очевидно, проводятся. Над Иерусалимом я поставил своего брата Ханани и начальника укрепления Хананю, одного из самых надежных и богобоязненных мужей. Я сказал им так. Пусть не открывают ворота Иерусалима, доколе не пригреет солнце. Пусть закрывают их на засовы, пока стража еще на месте. Ну то есть ворота на ночь закрываются и открываются, пока не пригреет солнце, так не рано утром. Назначьте жителям Иерусалима, где им стоят на страже, каждого на посту рядом с домом. То есть это народное ополчение, да, это не профессиональная армия, у каждого есть свой участок стены, причем ближний, чтобы было недалеко ходить на пост. Но город был обширен и велик, и народу в нем жило мало, и дома еще не были отстроены, да, то есть вот сначала стены, а потом дома внутри. И положил мне мой Бог на сердце собрать знать, начальников и простой народ, чтобы устроить перепись. Я нашел родословную запись первых переселенцев, и вот что в ней было сказано. То есть, смотрите, каждый человек важен, и каждого называют по имени, ну, наверное, не каждого лично, а скорее его род, его семью. Эти жители нашей области покинули страну, куда их некогда изгнал Вавилонский церново Ходоносор, и возвратили свой Иерусалим и Иудею, каждый в свой город. Они отправились с Зарвавелем, Ешуа, Наимии, Азарией, Раамьер, Нахаманим, Ардахеем, Белшаном, Меспером, или Месперотом, вот имя по-разному, Бегваем, Рехумом, Нехумом и Бааной. Это, соответственно, начальники, те, кто вели с собой народ. Вот перечисления этих мужей израильского народа. 2172 из рода Пороша, 372 из рода Шифатай, 652 из рода Араха, 2818 из рода Пахат Моава из потомства Ишуа и Юава, 1254 из рода Эламова, 845 из рода Затту, 760 из рода Закая, 642 из рода Бани, или Беной, так, в параллельном рассказе во второй главе книги Эздры. 628 из рода Бывая, 2322 из рода Асгала, 667 из рода Аданикама, 260 из рода Бегвая, 655 из рода Адина, 98 из рода Атера, то есть из Икея, 328 из рода Хашума, 324 из рода Бецая, 112 из рода Харифа, 95 из рода Гевиона, 188 человек из Вифлеема и Нитофы, 56 человек из Нитофы, 128 человек из Бейтаз Мавата, 743 человека из Кирьят Ярима, Кефиры и Беорота, 621 человек из Рама и Гевы, 122 человека из Мехмаса, 123 человека из Бейтеля и Ая, 52 человека из другого Нево, ну то есть Нево, очевидно, два, как многие города и поселки встречаются с однаковыми именами, 1254 из рода Инова и Лама, и Лама это вообще страна в Междуречии, там к востоку от реки Тигр, но тоже, наверное, совпадение, да, как Магадан есть в Новом Завете и в греческом текст Новый Завет, и это город Ходское море, 320 из рода Харима, 345 из рода Иерихона, 721 из рода Лодах, Хадида и Иона, 3930 из рода Сынаа, отдельно те, кто с ученодействием заняты, священники, 973 из рода Едаи из дома Ешуа, 1052 из рода Иммера, 1247 из рода Пашхура, 1017 из рода Харима, левиты, 74 из рода Ешуа и Кадмеэла, потомки Хадавии, певцы, 148 из рода Асафа, перевратники, род Шалума, род Ате, род Талмона, род Акува, род Хатита, род Шува, всего 138, перевратники отдельная категория, да, то есть те, кто при воротах, ворота границы, поэтому тоже священное такое действие, храмовые служители, то есть не священники, а те, кто там заняты хозяйственными работами и прочим, род Сихи, род Хасуфы, род Табаота, род Кероса, род Сиахи, род Падона, род Ливаны, род Хагавы, род Шалмай, род Ханан, род Гиддела, род Гахара, род Раи, род Рецин, род Некуды, род Газама, род Уззы, род Пасеха, род Бесаи, род Меуним, род Нефусим, род Бакбук, род Хакуф, род Хархуру, род Батслуга, род Мехиды, род Харши, род Баркосы, род Сесыры, род Темаха, род Нецеаха, род Хаттифы. Потомки Соломоновых служителей, очевидно, какая-то особая категория, ну, те, которых Соломон назначил, род Сатая, род Саферета, род Перуды, род Ялы, род Дарконы, род Гиддела, род Шафати, род Хатила, род Похерета, Саваимского, род Ами, всего храмовых служителей и потомков Соломоновых служителей было 392. Гораздо меньше, чем священников, но и понятно, это менее значимая категория. Пришли также люди из Телмеллах, Телхарши, Кирова, Адана и Мэра, но не смогли доказать, что их отеческие роды принадлежат к Израилю. 642 человека из рода Делаир, рода Тови и рода Некоды. Соответственно, израильтяне по потомству. И если нет родословных записей, то к числу израильтян невозможно причислить этих людей. У каждого должно быть доказательство. Среди священников род Хаваи, род Хакоса и род Барзилая, потомка человека, взявшего в жену дочь Барзилая, Гелиадского, откуда и родовое имя. Помните, это тот, кто помогал Давиду во время восстания в Шаломе, и потом Давид взял его потомков к себе в Иерусалим. Искали родословные записи о себе, но безуспешно. А потому были исключены из числа священников. То есть они не священники по происхождению, тогда это передавалось по наследству. Правитель запретил им вкушать самые священные жертвы, доколе не появится в первосвященниках Суримом и Тумимом. У Рима и Тумим не очень нам понятные предметы, но с их помощью узнавали волю Бога. Вероятно, что-то вроде жребия. Соответственно, можно было определить, как они принадлежат к священникам или нет. Всего собралось 42 360 человек. Помимо 7 337 рабов и рабынь, а еще 245 певцов и певиц, тоже при храме служат. При них было 736 лошадей и 245 мулов. При них было 435 верблюдов и 6720 ослов. Не имея такой руководитель, который очень любит статистику и конкретику. Некоторые из старших в роду жертвовали на строительство. Да и правитель внес в сокровищницу 1000 золотых драхм. 50 чаш и 500 священнических одеяний. Правитель, видимо, сам не имеет. А некоторые из старших в роду внесли в сокровищницу на строительство 20 000 золотых драхм. Это монета. И 2200 мин серебра. То есть большие очень пожертвования. Остальной народ внес 20 000 золотых драхм, 2000 мин серебра и 67 священнических одеяний. Священники, левиты, певцы и кто был из простого народа, а также привратники и храмовые служители поселились в своих городах. Весь Израиль жил по городам. Итак, все наконец устоялось. Все заняли свои места. И что делать дальше. Вот об этом у нас будет 8 глава.